В Владивостоке состоялась выставка беспородных собак «Дорога домой». Ее организатором выступил фонд защиты животных «Умка», который в этом году отметил свое восьмилетие. Если еще лет 7 назад пристройство крупной беспородной взрослой собаки в квартиру было чем-то неестественным, и скорее зря до вон, но сейчас все больше и больше наши собачки уезжают именно в квартиры. Это на самом деле очень здорово. То есть в принципе этот стереотип, что если это дворняга, то только в будку на цепь он абсолютно уходит, потому что действительно наши собаки, мы в них очень много вкладываем, и силы времени, и всего. Они уезжают уже полностью подготовленными к семейной жизни, они знают команды, они знают, что такое человек, как с ним общаться. И разумеется, данный праздник в том числе способ найти путь хозяев к нам, а собак в новые семьи. Подопечными фонда являются 107 собак. На фестиваль приехали 22. Все животные привиты, вылечены, умеют ходить на поводке, знают некоторые команды, и несмотря на свое непростое прошлое, готовы к переезду в новый дом. Цель наша, не напихать в котомки щенков, по полной схеме, раскидать по полям, по дворам. Мы, во-первых, проводим сюда собеседование с хозяевами. И адекватные люди к этому относятся хорошо, потому что они знают, что мы в любой момент готовы прийти на помощь с советами, с кинологом, с ветеринарной помощью и так далее. И вообще, мы тот фонд, и у нас такой сайт, он тоже уникальный, то есть мы отслеживаем судьбу животных на протяжении всей их жизни. У нас есть домашние фотографии животных спустя год, два года, три года. То есть это действительно очень здорово. Это вообще, в принципе, все то, ради чего. То есть цель не набрать, и потом, не понятно, а цель вот именно, чтобы потом было хорошо и людям, и животным в семьях. То есть мы такое, знаете, промежуточное звено. То есть собака на улице, это одна ее стадия, потом умка, это огромная часть. Но все равно такая, она промежуточная, конечная цель, она конечное пристройство в семье. Также приюты всегда нуждаются в волонтерах. Во многом, именно благодаря им собаки ощущают заботу и ласку. Подруга предложила поехать с ней в приют. И, собственно, так я оказалась волонтером в этом прекрасном фонде. Здесь очень много собак, которые прям, с ними хочется проводить время. Мероприятие само по себе уникальное. Это возможность показать людям, что взрослые беспородные и бездомные собаки абсолютно социальны. И заслуживают того, чтобы стать домашними. Например, Полина с шести лет мечтала о собаке, и недавно ее мечта осуществилась. В фонде умка она нашла свою Крисмас. Семье разрешили поездить на протяжении года погулять с различными собаками. И вот в один из вечеров мама сказала, ну, давай заберем кого-нибудь. Вот, и как-то приехала, посмотрела на нее, и поняла, что да, это она, моя собака. А этого пса зовут Рой. Он приполз с окровавленной лапой во двор дома Инны. Чуть позже выяснилось, что у него онкологическое заболевание саркома. И нужно пройти курсы химиотерапии. Но все плохое позади, и теперь можно с уверенностью сказать, что это та самая собака, которая победила рак. Он победил саркому, он принес две химиотерапии, в мае были последние инъекции. Ну, вот он сейчас частенько лежит, поэтому. А так он очень подвижный, замечательный. В фонде умка он был замечен вместе с ребенком на детском батуте. Замечательно прыгал. Единственный из всех собак, который очень любит детей, и он очень смышленый, очень умный. Друга на всю жизнь можно найти не только среди людей, но и среди животных. И для этого не обязательно тратить большие деньги на его покупку. Анна Дьякова, Олег Завялов. Новости на Восьмом.